Аналогично предыдущим, то есть меры воздействия и препятствия. Следующий слайд. Оценка деятельности в органах местного самоуправления. Все равно по процедурам подключения, по каждому оценивается, в том числе органы местного самоуправления, и воспринимается. Власть, она вся в целом. Поэтому не угрожено ценообразование составляющих тарифов. То есть у нас сейчас посмотрели на счета, полученные в августе, и многие возмущены ростом тарифа, не понимают, откуда это. Поэтому работа у нас местного самоуправления конформирована. Мы пытаемся сейчас организовать, я имею в виду, наверное, все замык экономики, разъяснения, чтобы дали энергетики, или рэп, по тому, почему такой рост тариф. Ну и второе, низкая информированность предпринимателей и несвоевременность информирования о повышении до какого уровня тарифа. Ну поэтому также нам, органам местного самоуправления и рэп, нужно только через информирование предпринимательского сообщества восприятие нашей работы по правилам большого струба. Следующий слайд. Среднее время получения разрешения на год в эксплуатацию. Значит, какие препятствия? Неколный пакет документов. То есть предприниматели, ну не все такие, что открывают предпринимательную правовую базу по культ, какие-то регламенты, там себе распечатывают, выбирают эти документы. Поэтому должен быть организованное консультирование по подготовке пакета документов по получению разрешения на год в эксплуатацию. И выдача чек-листа. То есть какие документы должны быть представлены, потому что это максимально ускорится. Это управление архитектурой городов и главное управление архитектурой должно быть. Дальше мы думаем, что нужно было бы пересмотреть еще раз регламент, пересключит ненужные процедуры для получения этого разрешения. Но здесь архитекторов наших очень трудно нам самим на месте проверить. Они гораздо более подкованы, чем мы. Поэтому мы хотели бы привлечь к этой работе главного управления архитектурой и департаменту технологии. Следующий, да? Следующий. Коллеги, мы на пятом уже. Последний. Среднее количество процедур необходимо для получения разрешения на строительство. Но здесь также минимальное воздействие может быть у муниципалитетов, но чтобы расследить за этой работой все равно нужно. Поэтому мы видим препятствия. Необходимо обязательно исключить излишние процедуры из регламентов. Те, что можно избежать. Например, приводим сложности возникают у них территории, у которых, допустим, земельными ресурсами и архитектурной деятельностью занимается не сама территория, а областная структура. Например, в Штаголу у них земельными ресурсами распоряжаются губи, а архитектурная деятельность – главное управление архитектурой. Поэтому предпринимать это, конечно, не очень удобно. На остальных территориях, в принципе, нужно проверить и исключить излишние процедуры. Следующие препятствия. У нас есть такие моменты, что бывает, что градостроительная документация, в частности, Генплан, правила землепользования и застройки, актуализируются не вовремя. Поэтому, раздоверная актуализация – это управление архитектуры на местах должны вести. Ну и длительные процедуры согласования с федеральными органами, вопросов землепользования, природопользования и так далее. Все бывали такие моменты, когда попадаем на федеральные леса, на особо охраняемые территории, трудные объекты и так далее. И эти процедуры очень на длительный период затягиваются. Ну и кроме того, и необходимости, вот эти периоды, которые будут в федеральном центре и так далее. Поэтому мы бы видели здесь меры какие-то. Отработка регламента и внедрение электронного взаимодействия с федеральными структурами. Ну и отработка.